Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова новостей. Хулиганство или покушение на убийство – ответ даст следствие. Краевой день здоровья. В станице Анапска бесплатный прием проведут лучшие врачи Кубани. Лучшее место для отдыха с детьми в России – 2015. Анапа победила в престижной туристической премии. Аплодисменты и дипломы в награду. Сегодня Международный день театра. А сейчас обо всем подробнее. При задержании хулиганов ранен полицейский. Обстоятельства инцидента, которые произошел сегодня утром, выясняются. Ведется следствие. Сегодня на улице Терской примерно в 7 утра трое мужчин устроили стрельбу из травматического оружия. О происходящем местные жители заявили в дежурную часть полиции. На место происшествия выехало два наряда патрульно-постовой службы. При задержании нарушители общественного порядка оказали сопротивление. Один из полицейских ранен в шею. Врачи сделали операцию. Трое задержанных доставлены в отдел полиции. С ними работают следователи. По факту причинения огнестрельного ранения сотруднику патрульно-постовой службы отдела МВД России по городу Анапа во время выполнения служебных обязанностей проводится проверка. В настоящее время сотрудник полиции прооперирован. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Чтоб весной не болеть, витамины надо есть. Завтра под таким девизом в станице Анапской пройдет краевой день здоровья. Посвящен он будет профилактике весенних авитаминозов. Праздник здоровья, красоты и хорошего самочувствия. 28 марта с 10 до 14 часов врачи будут вести прием в ДК Станицы Анапской. На краевом дне здоровья планируется расширенный состав специалистов. К услугам анапчан лабораторная экспресс-диагностика, ЭКГ, экспресс-оценка состояния сердца, УЗИ органов. День здоровья будет тематическим. Он посвящен профилактике весенних авитаминозов. А потому, помимо онкологов, невропатологов и других традиционных врачей, будут аллергологи, иммунологи, дерматологи и инфекционисты. Напоминаем, консультации и все исследования бесплатны. Важно только иметь при себе медицинский полис и паспорт. Все лучшее детям. Новая детская площадка появилась в хуторе Усатого Балка. Малыши осваивают новые качели, горки и турники. Здесь, в хуторе, проживают более 300 ребят и одной площадки для такого числа детворы маловато. Старые конструкции давно пришли в непригодность, а на смену ей появилась новая яркая многофункциональная детская площадка. Приобретение и установка ее за средства предпринимателей со всеми местными бизнесменами администрация Анапы подписывает соглашение социального партнерства. Первая зона для детей постарше открылась давно, а вот эта возводится для малышей. Идут последние штрихи по установке качелей. Площадка сразу полюбилась всем маленьким непоседам. Она светлая, детям будет интересно, и я рада, что ее построили. И тут даже качелей больше не будет драться никто за них. Мне нравится, что там новая беседка, а там на старой не было беседок. Появлению таких площадок не меньше ребят радуются родители. Теперь им не нужно уходить далеко от дома, чтобы погулять с детьми. Разделить на зоны, где старшие детки играют и где маленькие, потому что тут не всегда удобно было с маленькими детками, потому что большие не замечают маленьких. И как бы места мало. Так вот расширили, очень хорошо стало. Солдатами не рождаются, а солдатами становятся. Именно так называется конкурс, на котором выбирают самых подготовленных защитников Отечества. Определена команда-участник для зонального этапа. Готов к труду и обороне. Допризывная молодежь проявляет свою сноровку. Огневая подготовка, сборка оружия. В этом году в нормативы комплекса вошли подтягивания на перекладине, бег 100 метров и прыжок в длину. Призовые места разделили между собой представители Анапского индустриального и сельскохозяйственного техникума. Воспитанники кадетской школы имени Старшинова. Но были и сложности. Был, наверное, автомат. Да, сборка-разборка автомата. 26. Самое трудное? Ну, думаю, подтягивания пока что. Для меня не было ничего сложного. Я старался для своей школы. Все команды-участники были награждены грамотами и кубками. Однако представлять Анапу на зональном этапе в Славянске-на-Кубани будет лишь победитель. Им стала команда Анапского индустриального техникума. 90 лет прожить – не поле перейти. Особенно, когда за плечами две войны – восстановление разрушенного хозяйства. С человеком, который твердо убежден, что в здравии отметит 100 лет со дня рождения, мы сейчас познакомимся. Федор Филиппович Пидоренко в этом году юбиляр. Ему исполнилось 90 лет. Поздравление президента страны Владимира Путина, подарки администрации, города-курорта и юбилейная медаль к 70-летию победы, конечно же, нашли своего героя. Его поздравили активисты органов территориального самоуправления, представители администрации, соседи. Я вас поздравляю, желаю вам здоровья и долгих-долгих лет еще жизни. Федора Филипповича призвали на фронт в 18-летнем возрасте. Он служил в 39-й гвардейской дивизии. Младший лейтенант, командир взвода, дошел до Берлина. Гордится своей наградой – Орденом Отечественной войны. Как реликвию хранит планшет для карт боевых действий. Много раз Федор Филиппович задавался вопросом, почему за всю войну даже не был ранен. И на двух фронтов я отечественную и японскую участвовал. Дали так в жизни, сколько это. И последнее, что я разбился в самолете, будучи в качестве бортмеханика. О, погиб летчик, штурман, который сгорел самолет, и я остался жив. Ответ пришел сам собой уже в мирное время. Это вера. Которая отводила меня от смерти и давала здоровье, ребята. После войны Федор Филиппович служил в авиации и освоил, что не наесть мирную профессию строителя. Да так увлекся созиданием, что даже мебель сам конструировал. Необычную, из отходов производства, но на редкость надежную. Федор Филиппович сохранил бодрость духа. Живет один и сам все делает по дому. Каждый день я прохожу 5-6 километров. О, люблю ходить по побережью моря. А сейчас новости, которые запомнили сынопчанам и гостям курорта за минувшую неделю. В долине Суку прошел второй открытый чемпионат по плаванию в холодной воде. Любители этого вида спорта посвятили свой заплыв 70-летию Великой Победы. Она погостеприимно приняла команды из Усть-Лобинска, Новороссийска, Якутии. Команда из нашего города самая многочисленная. Температура воды плюс 8 градусов. Дистанция на 25 и 50 метров. После одиночных заплывов эстафета завершили соревнования в морской воде, плыли на выносливость 400 метров. Общественники, муниципальные служащие, студенты и жители Анапы провели общегородскую уборку и благоустройство на пляжах и улицах родного курорта. В сквере Протапова анапчане высадили белые акации. На набережной заложили новую аллею из саженцев крымской сосны. Рабочие убирали мусор возле строительных площадок. Студенты наводили порядок на газонах, на пляже высадился десант сотрудников муниципальных предприятий. Уборка прошла в каждом сельском округе. В Субсехском навели порядок в лесополосе и на стеле, знаменующей начало Кавказского хребта. Не остались в стороне и сотрудники детских здравниц и санаториев. В сельских округах привели в порядок центральные улицы и побелили деревья. 4 апреля Анапа наравне со всеми городами и районами Краснодарского края выйдет на Всекубанский субботник. А двухмесячник по благоустройству и наведению санитарного порядка в Анапе продлится до 30 апреля. Глава курорта подытожил свою работу и работу возглавляемой им администрации за 2014 год. В повестке 75-й открытой сессии Совета муниципального образования один вопрос, но самый важный. Отчет Сергея Сергеева об итогах социально-экономического развития Анапы за прошлый год. Свой доклад он начал с основных демографических показателей, которые как зеркало отражают благополучие населения. Рождаемость повысилась. Курорт стал более привлекательным для инвестиций. Это более 4 миллиардов рублей. В прошлом году Анапа принимала участие в 15 краевых целевых программах. На 600 миллионов выросли доходы бюджета. Город в тройке лидеров по темпам роста в строительстве. В части расходов приоритет по прежнему в социальной сфере. Работа на выбор. 3000 предложений по трудоустройству на ярмарке-вакансии «Планета ресурсов». Она прошла в Анапе на этой неделе. Как отмечают организаторы, когда начинается активная подготовка санаторно-курортного комплекса к сезону, уровень безработицы значительно снижается. Весеннюю ярмарку-вакансии посетили более 500 анапчан. 50 работодателей ЗАО ОПХ Анапа, Зеленстрой, Анапский хлебокомбинат, санаторий, пансионаты и другие предприятия города представили перечень самых востребованных профессий. Все желающие получили консультации квалифицированных специалистов по вопросам трудоустройства и охраны труда. Три поколения, три взгляда на жизнь. В городском театре в теплой обстановке встретились молодежи и ветераны. Ветеранов в Анапе осталось так мало, что они помещаются в небольшом зале. И свободных мест с каждым годом все больше. Поэтому молодежи так важно, как можно чаще общаться с поколением войны и слушать о военном опыте. В городском театре за чаем с пирожными прошла душевная встреча трех поколений. Военного времени, тех, кто родился после победы и современной молодежи. Люди неравнодушные к судьбе нашего родного города, в судьбе нашей России. И на кого еще, как не на ветеранов опираться сегодня? И власти исполнительной, и власти законодательной. Потому что тот огромный жизненный путь, опыт огромный, который вы приобрели за свою жизнь, его, естественно, надо использовать. С распахнутыми глазами молодые люди слушали военные рассказы тех, кто всю войну прошагал бок о бок с товарищами. Это был страшный бой против техники, против дозубов вооруженных автоматчиков. Это сабельное первое такое сражение. Этот бой длился несколько часов. Впоследствии один немецкий офицер писал, я прошел Северную Африку, всю Западную Европу, и когда встретился здесь, в России, это не люди, кони у них стальные, и сами они непобедимы. Молодежь Анапы понимает важность таких встреч. Сегодняшняя наша встреча – это прекрасная возможность вживую пообщаться с настоящими героями той Великой войны. И главная задача, которая сейчас стоит перед всей молодежью нашей Родины и Анапы в частности, это сохранить то великое наследие, ту великую память о тех событиях и историю великого подвига нашего советского народа. Уважение и почтение – лишь малая доля нашей благодарности этим отважным людям. Анапа – лучший курорт для детей. В Москве прошла церемония награждения ежегодной туристической премии «Звезда Тревел.ру». В этом году среди российских городов Анапа занимает первое место в номинации «Лучшее место для отдыха с детьми». Такую награду наш город получает уже второй год подряд, без сомнений заслуженно. В прошедшем сезоне на нашем курорте отдохнуло рекордное количество ребят – 1 миллион 200. Награда победителям ежегодно вручается в рамках выставки «Путешествие и туризм», которая собирает ведущих представителей турбизнеса из разных стран мира. В конкурсе приняли участие более 1100 кандидатов. По результатам голосования были названы победители в 72 номинациях. Всероссийская научно-образовательная школа «Лифт в будущее» объединила 500 учеников. Самые одаренные дети России учатся создавать инновационные проекты. Расскажет Рината Кадырова. Для того, чтобы попасть в научно-образовательную школу, ребята прошли большой отбор. Для них инженерия, инновации, изобретательство и проектирование – это не абстрактные понятия, а любимое дело и будущая профессия. В течение трех недель с ребятами будут заниматься лучшие преподаватели России. Александра Деева работает над тремя проектами – по физике, химии и биологии. Узнает, как тестирует лекарства в современном мире, а в свободное время участвует в играх и концертах. Интересная развлекательная программа. Каждый вечер у нас всякие мероприятия, конкурсы, игры, что где когда было. Ну и, конечно, самое интересное – это образовательная программа. Нас учат мыслить глобально, но действовать локально. Анастасия и Эльвина уже начали создавать свой инновационный проект – тренажер для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Девчонкам это интересно. При одном взгляде на свою работу загораются глаза. Признаются, задумка была еще дома, но осуществить ее им хотелось именно здесь. Вот эта вот сама нога, сюда будет крепиться стопа, и сюда становится человек. Траектория, по которой ходит человек. И человеку с нарушениями будет проще вспомнить природную траекторию, которая заложена у него в мозгу, нежели искусственную. Вот в этом преимущество. Такого тренажера нигде не сыщешь. Это новая разработка. Конструкция еще не совсем готова, но, может, в будущем ее возьмут на вооружение. А пока все работы будут представлены 8 апреля на выставке, на которой участники смогут представить свои проекты друг другу. Сегодня отмечается Всемирный день театра. Приятный подарок этому празднику сделали актеры Анапского театра «Пигмалион». Студия побывала на 4-м международном конкурсе лаборатории детских любительских театральных коллективов «Время играть» в Сочи и получила высокие награды. Юные актеры получили диплом первой степени. Максим Тимофеев, Александр Яровой, Артем Душевский, Сергей Казменко и Евгений Носов представили на суд компетентного жюри и зрителей спектакль «Сказка про Зоков и Баду» по повести Ирины и Леонида Тюхтяевых. Современная сказка про то, как нужно воспитывать детей и как дети воспитывают своих родителей вызвала живой отклик зрительного зала и жюри. Специальными дипломами жюри были отмечены Евгений Носов за роль Бады и Артем Душевский за роль Зока Меодова. Руководитель театра Александр Ребец награжден дипломом за вклад в формирование культурной среды и работу с одаренными детьми и молодежью. Впереди у актеров новые спектакли, участие в конкурсах, фестивалях. Кстати, спектакль «Сказка про Зоков и Баду» в репертуаре театра держится уже 15 лет. День рождения этой постановки планируется на 18 апреля. Об ухудшении погодных условий предупреждает Управление МЧС России по Краснодарскому краю. По информации ведомства, в выходные дни 28-29 марта на территории края ожидается усиление восточного и юго-восточного ветра до 20 метров в секунду, с порывами до 28 метров в секунду. Местами пыльные подъемки. Соблюдайте меры личной безопасности. Будьте осторожны при передвижении на автомобильном транспорте. Не оставляйте без присмотра детей и пожилых людей. И это все новости на сегодня. Далее Наталья Змызгова с прогнозом погоды на выходные дни. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды. Ласковое весеннее солнце радовало нас недолго. Уже сегодня небо затянуто тучами. К выходным ожидаются дожди и пасмурная погода. Но относительно тепло. Плюс 12 днем и плюс 10 в ночное время. Правда, ветер снова сменился. Восточный, порывистый. Не самая комфортная температура на выходные. Но так будет не всегда. А значит, в скором времени солнце снова нас порадует. Партнер программы – производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин